Республиканский медицинский колледж. В воздухе ощущается волнение. Как-никак поступить в единственное медицинско-образовательное учреждение – это уже успех, который предопределит будущее молодого человека, решившего связать свою судьбу с медициной. По сравнению с предыдущим годом, в этом году абитуриентов, изъявив желание посвятить себя медицине, стало гораздо больше. На базе девятого класса около 500 человек на 60 бюджетных мест. А по всем направлениям в целом больше 800 человек. В этом году мы набираем на такие специальности, как лечебное дело, сестринское дело, после девятого класса, что мы делаем впервые, после одиннадцатого класса. И у нас также есть специальность медико-профилактическое дело. Также ежегодно мы набираем наших абитуриентов на такую специальность, как сестринское дело, очно-заочной формы. К нам, как правило, поступают медицинские работники, это санитарки, медрегистраторы, у которых есть возможность днем работать в медорганизации, а вечером получать образование специально у нас в колледже. Помимо Республиканского медицинского колледжа, для абитуриентов также распахнули двери Козылский транспортный техникум и Козылский техникум экономики и права. В Козылском транспортном техникуме на 2023-2024 учебный год, согласно контрольных цифр приема, выделено 350 мест, из них на очную форму обучения выделено 200 бюджетных мест и 75 мест с полным возмещением затрат. На заочную форму обучения выделено 75 мест, из них 45 на бюджетной основе. У нас три отделения, механическое отделение, строительное отделение и экономико-правовое отделение. На механическом отделении у нас идет набор по четырем специальностям. Это техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных, машин и оборудования. Также специальность техническое обслуживание, ремонт двигателей и систем агрегатов автомобилей. Это техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. И на коммерческой основе специальность идет организация перевозок, управление на транспорте. Козылскому техникуму экономики и права через два года исполняется 80 лет. За столь долгое существование техникум не утратил свой престиж и репутацию. Сохранив свои лучшие традиции, ждет пополнение в ряды студентов техникума. Набор большой. Сегодня уже 160 человек мы уже приняли. При контрольном показателе 310 человек вместе с заочным отделением. Вот такой интенсивный режим работы приемной комиссии. У нас очень много желающих. Очень много проводится консультационная работа для родителей, для самих студентов. Потому что, чтобы они правильно выбрали свою профессию и свое учебное заведение. Напоминаем, что приемная кампания продлится до 25 июля. Во всех учебных заведениях столицы сегодня большой ажиотаж. Многие хотят стать студентами. Ведь среднее и специальное образование – это начальный этап для получения высшего. Айлита Оржак, Чайхан Донгак, Самдам Иргит, Тува, 24.